...и Присадевы Марии. Все торжества являются главизмой нашего спасения. Дни спасения нашего главизма. А это означает, что на Совете Святой Тройцы, еще до сотворения всего видимого и невидимого, Господь, Бог строится поклоняем, решил спасти человеческий род. Хотя не было еще видимого и невидимого мира, но Господь по Своему предвидению знал, что сотворенный человек падет, и не будет возможности ему вернуться в то божественное состояние. И так Господь решает спасти человечество. Сегодня Святая Церковь уже знает, что Благовещение – это празднование, в котором святый Архангел Гавриил благовестовал весть о рождении Сына Божия. Второе лицо Святой Тройцы стало плотью. Об этом Иоанн Богослов в Евангелии открывает. И Слово стало плотью, и оно обитало среди нас. Полные истины. Благовещение – это праздник, открывающий тайну спасения. Матерь Божия явилась сосудом Богоизбрана, в котором вместился невместимый. Почему же возникает вопрос, Господь не приходил сразу же после грехоповения Адамова, ибо сказано было первым людям, что семени и семя жены сотрет главу змея. И почему же Господь медленно? Почему не приходил обещанный Спаситель, который бы уязвил гордого лжеса, который привестил наших прародителей? И вот святые отцы, буквально размышляя об этом, говорят, что в тот момент мир еще не был достоин принять свет чистоты, не был достоин, чтобы Сын Божий изошедший начал спасение человеческого рода. И вот человечество придает великий свет чистоты детства, целомудрия, Матерь Божией. Как повествует об этом апостол Евангелисту Лука, сегодня мы слышали Евангелие. В шестой месяц послан был Архангел Гавриил к Деве Марии. Именно в шестой месяц после буквально чудесного зачатия Иоанна Крестителя, когда Архангел сказал, что у Захарии Рисолета родится пророк и предтеча. И вот в шестой месяц этот же Архангел Гавриил был послан к Деве Марии, который пришел со странным приветствием, странным лапзанием. Радость благодатная. Вот эти слова смутили Пресвятую Богородицу, потому что она начала размышлять, что же бы это значило. И тогда Архангел буквально рассказывает, что сила Всевышнего наедет на тебя, и рождаемое в тебе налечится с силами Всевышнего. Это благовестие является началом спасения. Бог, который есть Дух, который никто никогда не видел, исходит, истощается при Ним с Раба. То есть подобен нам стал кроме греха. И мы знаем, что именно через благовещие начинается спасение человеческого рода. И даже праведники, которые в тот момент все сискотелево приняли великую радость, потому что было постепенно извещаемо и им, пророками, что пришел уже на землю Сын Божий, дабы спасти и помиловать Адама Первозданного. И вот Святая Церковь сегодня, 7 апреля, а именно 25 марта по старому стилю, начиная с благовещения, благоествуя о спасении рода человеческого. И Церковь буквально убековечила все события изображением насадки и вратами. Момент благовещения. Архангел предстоит в Дея Марии и рассказывает о новинстве Того Духа. Матерь Божия по великому смирению спрашивает, «Как же сие будет, если я не знаю мужа?» То есть чисто, действенное, целомудренное. И вот Архангел говорит, что это будет рождаемое по наите Святого Духа. В символе веры мы слышим такие слова. «Нас ради человек и нашего ради спасения в шедшую с небес и воплощение именно в начатии от Духа Святого произошло в момент благовещения. Бог становится человеком, чтобы человек по благодати стал Богом. Вот это и есть цель Божественного замысла, Божественного Совета Святой Тройцы, чтобы и человечество, хотя и не злинутое через грех на землю, но через обновление крови Божией освободилось от греха, проклятия и смерти». Это и есть тайна, которая ныне уже пришла в мир. И мы с вами, дорогие братья и сестры, поистине радуемся, потому что сия радость совершенно. Она приводит каждого из нас в духовное восторжение, потому что среди поста, молитвы мы получаем вот эту духовную радость, которая касается и всех нас. Ибо Господь не ради нас тоже пришел и стал человеком, чтобы мы, будучи Его чадами, освобождены кровью, бесценным даром, который впоследствии Господь прольет на животворящих древних. Святитель Дмитрий Ростовский буквально о всем размышляет следующим образом. Если бы мы могли представить себе, что перед нами стоит мать с младенцем, и мы вырвем этому младенцу матью и начинаем попирать этого малыша, буквально убивая его. Что же предпринят мать? Будет ли она радоваться о всем страшном злодеянии? Конечно же нет. Точно так и Матерь Божия, видя попираемого Сына Божия нашими грехами, печалится. И с одной стороны мы как бы попираем своими грехами Сына Божия, а с другой стороны, в неком, может быть, в лицемерии говорим, Мать Божия, спаси нас, спаси нас от греха. Но, конечно же, велика любовь Матери Божией к нам, к нашему роду человечеству, потому что она, несмотря на сие вновь воздаваемые радости Сыны Божии, прощает и молится, ходатайствует перед Богом. Все рабы Господния добудет пословку Ему. Вот истинное смирение, то, которому мы должны научаться. Вот то благоговение перед благой вестью, перед небесным посланником. И поэтому, дорогие братья святые, не будем мы своими грехами вновь и вновь оставлять Матерь Божия, Сына Божия, Который ради нас вотчеловечился и пришел в этот мир. Совет Превечный открывает нам, Престятая Богородица, через Божественное воплощение. Радуйся, благодатная Господь с тобой. И так мы воспеваем сей праздник и будем воспевать до скончания нашей земной жизни и встречать с Господом. Образуемся, потому что и тогда Господь нас не лишит своего Царствия, но и осенив Духа Святым, призовет, приидите в благословение у нас в следующее Царствие, созданное отслужением мира. Аминь. Спасибо, Господи, Вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.